Всем привет! Вы смотрите Камила Секретс. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом одного замечательного молочка для снятия макияжа с глаз и губ. Я пользуюсь им уже больше пяти лет. И сколько бы я не покупала аналогов именно в виде молочка, лучше средства я пока не встретила. Основная проблема покупного молочка, на мой взгляд, это то, что оно щипет глаза, не с первого раза смывает макияж, приходится тереть глаза, дает ощущение пленки и утяжеляет века. Так вот, молочко, которым я пользуюсь уже давно, оно очень хорошо смывает макияж, и поэтому вам не приходится тереть глаза, вообще ни разу не щипет глаза, но именно с тем консервантом, который я предлагаю сегодня использовать. И в составе содержится немного касторового масла, что укрепляет ресницы и брови. Молочком это средство называется, наверное, условно, и по консистенции оно ближе к крему. В рецепте я использую консервант Косгард, потому что он очень бережно относится к слизистой, не щипет глаза и одобрен эко-серд. Косгард я всегда приобретаю в магазине Aromazon, это французский магазин. Вы, в принципе, можете найти в социальных сетях совместные закупки с этим магазином и легко его приобрести. За 5 лет, пока я пользуюсь этим молочком, я перепробовала разные его варианты. То есть я меняла эмульгаторы, вместо воды я добавляла гидролат, и пришла именно к этому рецепту, который сегодня вам предлагаю. Гидролат может немножко пощипывать глаза. Масла я использовала те, которые будут увлажнять и питать нашу нежную кожу вокруг глаз. Касторовое масло, как я уже говорила, будет укреплять ресницы. Ну а эмульгатор Alivem очень хорошо подходит для этого, и используя другие эмульгаторы, я заметила, что молочко не так хорошо снимает макияж. Итак, перед тем, как делать любой крем, продезинфицируйте вашу тару, инструменты, с которыми будете работать. Для тех материалов, которые не любят кипячение, можете использовать спирт. Но, в принципе, я всегда использую и кипячение, и спирт, если позволяет тара. Первым делом измерим наши компоненты. Масляные компоненты в одну тару, а воду в другую. Ставим обе тары на водяную баню, доводим до одинаковой температуры, до тех пор, пока не расплавится эмульгатор. Ну а теперь вливаем водную часть или масляную водную, неважно, смешиваем эти две фазы и начинаем мешать капучинатором. Как видите, я мешаю не так интенсивно, это нужно для того, чтобы не насытить эту эмульсию пузырьками. Итак, для того, чтобы ускорить процесс, эту тару с эмульсией можно поставить в холодную воду и аккуратненько продолжать мешать. Когда молочко немножко уже прихватилось, и вы видите, что оно больше похоже на сгущенку, то теперь можно отложить мини-миксер и мешать ложкой. Когда эмульсия остынет где-то до 30 градусов, добавляем консервант, и все, ваше молочко готово. Сначала оно будет немножко жидким, а когда постоит в холодильнике, станет более густым. Способ применения. Сначала я аккуратно водой убираю тушь с ресниц, ни в коем случае не теряя глаза никак. Потом вытираю насухо, наношу немножко молочка на ватный диск, распределяю его по ватному диску, и по линиям лангера аккуратно убираю остатки туши и, может быть, каких-то теней, водостойкой подводки и так далее. На этом все. Надеюсь, этот рецепт вам понравится так же, как и мне. Пишите комментарии, оставляйте лайки. До новых мастер-классов. Пока!